Продолжаем. Мы с вами остановились на алгоритме RIT. Это наиболее схематичное изображение того, что он делает. Основной смысл этой картинки показать, как процесс принятия решения раскладывается на некоторую семантическую сеть, по сути раскладывающую вашу базу знаний, ваш набор правил на некоторые элементарные кирпичики, с которыми ассоциирована некоторая память запоминающая, что происходило до этого, для того, чтобы можно было ускорить процесс принятия решения. То есть по мере появления поступления новой информации, прогонять эту информацию через эту сеть, при этом прогоне доставать из памяти каждого отдельного элемента, в первую очередь бета памяти, доставать результаты прошлых прогонов, то есть что было здесь в прошлый раз, чтобы проверять, можно ли, например, новую информацию скомбинировать со старой и активировать таким образом новые правила. То есть тем самым заменить сплошной перебор всех фактов на все правила, заменить его точечным вызовом правил ценой увеличенного расхода памяти. То есть бесплатного сыра не бывает, в целом, если вам памяти не жалко, то ритей алгоритмы и все последователи этого алгоритма, они вам как раз подходят. Вот, к сожалению, сейчас данных стало очень много, память становится иногда проблемой, то есть большие объемы памяти, в первую очередь оперативной. Вот поэтому появляются другие направления параллельные с РИТЭ, которые как раз-таки пытаются построить систему пусть чуть медленнее, чем РИТЭ, но при этом расходующую меньше памяти. Вот это отдельное направление, отдельные алгоритмы, внутри самого РИТЭ есть разные реализации. То есть это целое такое направление. Вот, вам главное понимать разницу между сплошным перебором и тем, как в простейшем случае можно организовать точечный выбор, точечную активацию правил по мере поступающих на вход данных. Вот, ну для примера тут рекомендуют, ну такой в интернете нашел примерчик, для системы принятия решений о том, как поощрить человека, который там купил билет на перелет, да, то есть вы там участник бонусной программы какой-нибудь авиакомпании, вот, и система, которая принимает решение, как вас поощрять. Вот, то есть есть две, два типа фактов, две сущности, два типа фактов. Это, по сути, аккаунт, то есть человек, с которым ассоциирован, ну какое-то событие ассоциирован с некоторым человеком, который полетел на каком-то рейсе. Вот, соответственно, есть сущность аккаунт, то есть человек, фамилия, имя, отчество и полет, куда он слетал. Вот, соответственно, у каждой такой сущности есть набор атрибутов, В частности, тут различные варианты, как этот аккаунт был заведен, то есть некоторым промокодом, сколько у него за год миль он налетал, в какой программе он соответствует, серебряная, золотая. И, например, выиграл ли он какой-нибудь приз на 100 тысяч миль, условно говоря. То же самое у полетов. У них тоже есть какие-то атрибуты, такие, например, как в первую очередь мили, то есть меньше 500, больше 500. Ну, тут примеры американские, поэтому здесь это перелеты внутренние, то есть внутри США, либо перелеты через океан, то есть куда-нибудь в Европу, в Китай, в Японию. И, соответственно, это был бизнес-путешествие или не бизнес, и так далее. Вот, соответственно, такой набор фактов, у каждого факта набор атрибутов. Соответственно, вот задача состоит в том, чтобы при поступлении новых фактов построить эффективную систему логического вывода, которая будет принимать какие-то решения. Либо добавлять какие-то бонусы в виде милей, либо присваивать статусы, там, серебряный, золотой. Здесь какие-то, ну, дополнительный бонус, там, на 20% увеличить мили, там, добавить опять-таки мили, что-то еще тут добавить, да, увеличить на 100% и так далее. То есть какие-то разные действия, которые могут быть в системе. Вот, и пример того, как это вот работает. То есть, например, у вас есть какой-то конкретный человек, новый факт, да, то есть, изначально у вас никаких фактов нет, рабочая область у вас пустая, памяти никакой нет, ничего не происходило, вот просто система запустилась, да, она еще ничего никогда не знала. Здесь только вот знания заложили в виде набора правил. Вот приходит первый человек, покупает билет, делает перелет, соответственно, у него, он там выигрывает 100 тысяч миль, набирает, да, 100 тысяч миль. Значит, соответственно, он полетел на определенном рейсе, там, рейс, по-моему, Лос-Анджелес-Сан-Франциско, не очень понятно, но, тем не менее, это так. Вот, соответственно, сразу же срабатывают, этот факт пропускается через сеть, да, отмечается, что больше 500 миль между этими городами, отмечается, что это не перелет через Атлантический океан или через Тихий океан, да, то есть буква X отмечается, какие срабатывают ячейки в альфа-сети, и также там по исходным данным предполагается, что он уже больше 100 тысяч налетал. Соответственно, срабатывает сразу же несколько правил. Ну, то есть здесь бета-правила нет, потому что напрямую связан, да, ему сразу присваивается статус. Золотой клиент тоже отмечается, и, соответственно, сразу же отмечается, что он дополнительно выигрывает что-то, какие-то мили, видимо, дополнительные. Это первый был прогон системы, то есть там был один полет, да, теперь приходит второй факт, новый, что тот же самый человек снова полетел по этому рейсу. Значит, соответственно, у него опять срабатывает факт, ну, то есть есть уже в памяти X отмечены факты, которые уже до этого сработали, поэтому эти правила уже как бы ничего не изменилось, здесь у него как было, так и осталось. Перелет тот же самый, поэтому тоже здесь ничего не поменялось, соответственно, нет смысла вот эти вещи проверять. Вот, но появился новый факт, да, если мы вспомним, то в прошлый раз мы ему присвоили статус gold, соответственно, теперь на новом перелете у него активировался статус gold. То есть мы его зафиксировали, что теперь есть у него золотой статус. Соответственно, в альфа-сети заактивировалась новая ячейка. Эта ячейка активировала новое правило в бета-сети, чего не было в прошлый раз. Вот, и система, приходя в этот узел, она видит, запрашивает существующие данные из альфа-сети по правой ветке, то есть по левой ветке мы пришли по нашему факту. По правой сети мы пришли, не стали заново прогонять, да, мы как бы смотрим назад. Что здесь уже стоит факт, что это не перелет через Тихий океан. Соответственно, вот это правило начинает срабатывать. Вот, что в целом приводит к нам к тому, что мы дополнительно ему начисляем плюс 100% миль. Вот такой простой пример, который показывает, что при приходе нового факта мы проверили, по сути, только, что появился новый статус gold, да, то есть это отдельное условие. Вот, и запросили, по сути, здесь, что вот с этим условием, да, то есть, по сути, это условие просто объединяет новое и то, что было до этого отмечено X-ом. И, соответственно, получили ответ. То есть мы не перепроверяли все, все подряд, мы только проверили, по сути, одно правило. Вернее, вот это правило было проверено, один его кусочек, да, и по нему, по цепочке проверили комбинацию. То есть вот все, что мы знали про правую часть, что это не перелет через Тихий океан, а сразу же пошли, посмотрели, что это так, да, и сразу же активировали правило, получили некоторый дополнительный результат. Вот это такая простая иллюстрация. Понятно, что в реальной системе все гораздо сложнее, то есть там не два факта, там их тысячи, сотни тысяч. Вот, но тем не менее, простой пример, показывающий, что добавление нового факта всего лишь приводит к проверке нескольких узлов, а не всех узлов этого дерева. Значит, это то, что касается алгоритма РИТЭ. Ну и так, если теперь переходить к тому, как, где он нашел свое применение, этот алгоритм, да, то тут такой вот, 13 лет назад выпустили такую картинку систем коммерческих, которые базируются на вот этом алгоритме. Ну, соответственно, есть, тут синим отмечена некоторая эволюция движков, которые известны. Вот, а красным это отмечены системы, которые используют алгоритм РИТЭ. Часть из них основывается на вот этих исходных движках, которые базировались на алгоритме РИТЭ. Часть из них реализуют алгоритм РИТЭ сами. То есть сами компании реализуют алгоритм РИТЭ или там какую-то вариацию, которую вы нигде не прочитаете, как она устроена, потому что это ноу-хау. Но, тем не менее, все они берут корни из вот этой простой идеи, которую мы только что рассмотрели. Соответственно, авторы выделяют три. Основных направления – это клипс, который у вас по учебной программе очень активно форсится. Есть даже учебные пособия по этой системе клипс. К сожалению, в коммерческих продуктах вы нигде клипс не встретите, скорее всего. То есть это чисто такая академическая система. Вот она включает в себя, по сути, такой комплексный продукт, где вы можете создавать базы правил, запускать их на исполнение, задавать вопросы в диалоговом режиме, получать ответы. То есть такой полный комплект инструментов для того, чтобы реализовывать системы, основанные на правилах, на логическом выводе. Но, к сожалению, они довольно сложно встраиваются, потому что они как бы как вещь в себе. Ими занимаются в академических кругах. Соответственно, дальше академических кругов почему-то вот это не уходит. Вот. Есть еще два других направления. Это Jazz и Drux. Значит, они оба базируются уже на языке Java и на языке C. Вот. И, ну, Jazz как-то тоже не особо видимо зашел. Хотя вот Oracle, например, его развивает активно. Вот. Ну и больше всего сейчас Drux становится популярным. Это полностью open-source проект движка. И на его основе сейчас появляется целая плеяда продуктов. Значит, из коммерческих – это вот RedHat компания, которая купила свое время консорциумом JBoss. Они вот развивают систему JBoss.ru. То есть, ну, у RedHat, на самом деле, очень много продуктов. Они делают свой бизнес на open-source, то есть на системах с открытым исходным кодом. Вот. И у них есть такое семейство продуктов JBoss. Это система для построения веб-приложений корпоративных. Веб-приложений, то есть порталов. Вот. Куда, в частности, входит там компонент JBoss.ru. Который, в свою очередь, базируется на Drux.ru. Тоже open-source движок, который исключительно занимается системой логического вывода. Который, в свою очередь, базируется на алгоритме РИТ. Вот. Ну, как мы с вами посмотрим, он уже не базируется на алгоритме РИТ. Это устаревшая информация. Но, тем не менее, исторически он вырос оттуда. Вот. Также тут огромное количество разных компаний. Мы тут видим и IBM, который мы с вами уже говорили. У которого там чуть ли не два источника. То есть у них была сейчас моя система по принятию решений. Потом они купили систему iLog. Потом мы с вами смотрели, что у них теперь там Decision Manager спустя 10 лет появился. То есть тут есть такой тоже некоторый процесс поглощений компаний. То есть какие-то изначально там стартапы скупаются более крупными компаниями, объединяются, получаются некоторые результаты. Вот. Ну, и тут отмечено, соответственно, R, по-моему, это... Сейчас не помню уже. Неважно. Короче говоря, здесь отмечено то, к чему это относится. То есть C – это клипс. Вот этот клипс, да? Что он все... То есть я сказал, что не используется. На самом деле, да, используется. То есть Oracle якобы впитал в себя клипс в каком-то виде, непонятно в каком. Вот больше всего вот Jazz в себя впитал. В том числе и Microsoft Bistock, который до сих пор живой еще, который можно найти. Pega Systems тоже до сих пор существует. Никуда не делась. Вот. Но в целом, в чем смысл этой картинки? В том, что достаточно много примеров систем, которые не просто делают перебор правил, а которые пытаются оптимизировать. То есть они нацелены на системы с большим объемом данных, с большим объемом правил, для того, чтобы делать достаточно нетривиальный логический вывод. То есть не из 5-6 правил, а из 500-600 правил. Вот. Это такой общий ландшафт. Ну и понятно, что эта картиночка устарела. Это всего же 2008 год. Соответственно, сейчас, конечно, появилось что-то новое. Здесь нет никакой коммунды. Не будет здесь других продуктов, которые мы будем рассматривать. Но, тем не менее, разные старожилы, такие как Microsoft, например, их продукты никуда не делись. Они так и остались. Может быть, там уже поменялись движки. Хотя, если посмотреть документацию на Microsoft, то там есть тот же самый ритейл-алгоритм. В то же время там можно выбрать другой алгоритм. В зависимости от того, что вам необходимо. То же самое. Никуда не делся Oracle с его Business Rules. Никуда не делся Red Hat с его JBoss Rules. То есть все это так или иначе осталось. Возможно, обросло какими-то дополнительными деталями. Ну и мы, для примера, посмотрим такое есть сообщество. Киев называется Knowledge is Everything. Они, соответственно, развивают четыре продукта. Один из них – это Drus, который мы только что обсудили. Что он в основе себя… Ну, это система не просто движка. Это система менеджмента правил. Ну, про менеджмент мы отдельно поговорим. Значит, смысл в том, что да, в основе него лежит движок вывода правил. Он уже не основывается только на РИТе. Там есть разные более сложные варианты. И поддерживает, соответственно, логический вывод. То есть вы можете не просто сказать, если вот это, то сделай то. А он позволяет вам, по сути, ну, некоторые итерации запускать правила. То есть последовательно их активировать итеративно, да, чтобы получить некоторый более сложный процесс вывода. Значит, также этот сообщество развивает еще несколько продуктов. То, что мы с вами в коммунде обсуждали, да, что часто бизнес-задача, любая задача решается, к правилам, на первом уровне процессов. То есть события и активация каких-то действий. Соответственно, тоже предлагается некоторая интеграция вместе с ДРУС, как в точке принятия решений. То есть в коммунде там все это было из коробки. Да, здесь предлагается тоже из коробки некоторые решения, которые позволяют вам описать процесс. И в точке принятия решений дергать ДРУС, полно говоря, который будет принимать решения уже на основе какой-то накопленной информации о системе. Вот. И также есть такие фреймворки более верхнего уровня, которые, например, объединяют все эти элементы. Дополнительно здесь еще предлагается система OptoPlaner. Это система оптимизационная. Она больше относится уже к этому направлению, связанному с эволюционистами. То есть здесь написан генетический поиск, да, но на самом деле я бы на расшире рассматривал эту часть. То есть когда вы пытаетесь, как некоторый способ оптимизации, да, то есть у вас есть некоторая цель, и вам нужно итеративным путем к ней прийти. Вот, соответственно, это вот сообщество, да, которое развивает эту экосистему, они называют ее Кагиту, они, соответственно, включают сюда еще и вот это направление, связанное с оптимизацией вашей системы. То есть искусственный интеллект, как некоторая задача оптимизации. Вот. На самом деле, если поковыряться, то в ней есть все остальное. Там есть целое направление, целые фрагменты системы, которые позволяют вам подключать в логических правилах, в том числе и остальные системы. На основе BIOS, и на основе нейронных сетей. То есть там есть тоже некоторая система, позволяющая вам не просто логику описывать, а еще описывать некоторые включения, вот как мы здесь рассматривали, да, таких вот компонентов. При принятии вашего решения. Вот. Тоже в этом плане достаточно интересная особенность. Вот. Ну и сам вот этот фреймворк, да, он, как они себя позиционируют, что они уже его изначально нацеливают на работу в облаке. То есть то, что сейчас наиболее актуально, там, в отличие от клипс, которые это просто вещь в себе, запускаемая на десктопе, вот такой фреймворк, он уже больше ориентирован на запуск в облаке, то есть создание некоторого сервиса. Это частично то, что мы видели в коммунде, да, то есть они предлагают вам некоторый уже готовый образ, куда вы загружаете BPMN-модель, куда вы загружаете список правил согласно DMN-нотации. Примерно то же самое вы найдете и здесь. Какие-то, то есть они тоже имеют моделлер, который позволяет вам создавать бизнес-процесс. Вы можете через Excel, в Excel-ке сформулировать список правил в табличном виде, загрузить его в систему. Но, кроме того, они еще адаптируют свою систему под такие наиболее прогрессивные компоненты любой информационной системы, начиная от разворота в облаке, там, сейчас вот модный фреймворк для Java и Quarkus, который позволяет вам, по сути, по, ну, как я называю, футпринт, да, или отпечаток вашей программы, то есть там ее размер в оперативной памяти, его сделать сопоставимым уже с обычными там CC++ программами. То есть то, за что все время ругают Java, за то, что она очень много потребляет оперативной памяти, как раз вот фреймворк Quarkus вместе там с GraalVM, KineAtev, они позволяют вам создавать программы, сопоставимые по своей производительности к программам на CC++. То есть это сейчас обычный стоппер для того, чтобы Java использовать для микросервисов. Вот как раз эти фреймворки позволяют вам это решать, то есть строить такой микросервисную архитектуру. Ну, классический там Spring Boot поддержка. Вот, и тоже очень важная штука для любой сложной системы это мониторинг состояния. То есть понятно, что можно там логов везде наставлять в ваших правилах, да, чтобы понять, что происходит в вашей системе. Вот, Kaget предлагает целый готовый инструментарий для того, чтобы, например, делать трассировку вашей системы вывода логического, то есть какие правила активируются, какой у вас там размер базы знаний, как много активируются правила и так далее. То есть некоторые метрики. Ну и, кроме того, набор там стандартных адаптеров для того, чтобы собирать данные там с очередей сообщений. И какие-то хранилища, позволяющие вам хранить информацию, то есть некоторым постоянным хранилищам. То есть сейчас там перезагрузили ваш кластер, чтобы данные никогда не потерялись. Например, состояние вашей предметной области, в вашей базе фактов. Ну и, соответственно, с безопасностью тоже там какие-то фреймворки поддерживают. То есть в целом такой достаточно современный фреймворк. Ну, нам, может быть, это не так интересно, да, то есть тут просто в двух словах про движок, который они предлагают. Вот то, что я говорил. Они хоть и базируются на Drus, но Drus, похоже, уже не используют RET, вот они используют новый алгоритм, PRIC, который, в принципе, решает ту же самую проблему. У вас есть база знаний, ваши правила, у вас есть набор фактов об окружающем мире, есть рабочая область, которая содержит эти факты, и есть алгоритм сравнения поиска паттернов в этой базе согласно некоторой семантической сети, описывающей ваши правила. На выходе вот этого алгоритма вывода формируется адженда, то есть повестка дня, да, то есть какие правила выполнять. Дальше применяются алгоритмы разруливания конфликтов на основе там приоритетов, групп правил, и что в целом приводит к тому, что принимается некоторое решение, то есть создаются новые факты. Вот это, понятно, то же самое, что в RET, но здесь, соответственно, есть некоторые дополнения, описываются, они вводят понятие уже сегментов, то есть если в алгоритме RET у вас каждый участок правила, ну вот что такое, что из себя правило представляет, да, это некоторые, ну ладно, мы там поговорим еще про синтаксис, да, друлса, это нотация друлс, то есть правило, левая часть правила, да, когда оно активируется, и правое, что сделать. Влево мы просто описываете некоторый паттерн, то есть вот факт, тип факта, да, и что он у себя представляет. Факт 1, факт 2, вот если там сработал некоторый период, да, есть аккаунт, то там вы видите вот это. Если сработал период 2, и некоторый аккаунт, то вы видите вот это. Вот, алгоритм позволяет вам разбивать вот такой набор правил не только на отдельные элементы, как это делается в алгоритме RET, но еще и на сегменты. То есть он строит такую некоторую иерархическую структуру. Не просто отдельные сущности и условия на эти сущности, а некоторые еще сегменты. То есть несколько сущностей, несколько участков правил может объединяться в сегменты, вот, например, сегмент 2, да, и, например, эти сегменты тоже могут объединяться в более крупный сегмент. То есть такая некоторая древовидная структура, которая позволяет вам еще быстрее искать паттерны внутри вашей системы. То есть не перебирать уже все элементарные элементы, а сразу, например, видеть, что у вас сработала целая цепочка правил. Ну, не цепочка правил, а цепочка условий у вас сработала, что в целом приводит в результате к некоторому правилу. То есть тут примеры приводятся, тут достаточно сложные зависимости могут возникать между… Ну, это смысл в том, что вот это вот одно условие, второе условие, третье условие, четвертое условие, которое приводит к активации правила. И вот эта цепочка, она может быть переиспользована, например, в другом правиле. И вот в таких ситуациях как раз такой алгоритм позволяет вам чуток оптимизировать. То есть, например, уже не рассматривать раз-два-три, а, например, объединить два в один. Тем самым уменьшить объем потребляемой памяти в алгоритме RIT. Вот это такая общая идея этого алгоритма. Но здесь есть много всяких нюансов. Мы их детально сейчас не будем рассматривать. И, в принципе, вам для этого это не так важно. Поэтому достаточно будет, если вы просто расскажете, в чем принципиальное отличие. Отличие в том, что вводятся вот эти понятия сегментов. То есть, сами правила, вот эти альфа-сеть, где вы раскладываете правила на отдельные компоненты, оно само начинает выглядеть как некоторая древовидная структура, где отдельные компоненты начинают объединяться в более крупные паттерны. И затем бета-сеть уже начинает работать с этими крупными паттернами. Что в целом позволяет, например, вам вместо трех-четырех бета-узлов использовать только один бета-узел, который на вход принимает целую цепочку уже элементарных частей. То есть, на большом масштабе систем, когда у вас там сотни правил, десятки тысяч фактов, это приводит к существенной экономии потребляемой памяти. Вот. Это то, что касается движка-вывода. Это, ну, в целом, опять в двух словах, да, что из себя представляет программа. Еще есть такой пример, там, построить стартап по агентству туристическое, в котором у вас есть несколько сущностей. Значит, та особенность еще Друза в том, что ваши сущности могут быть промоделированы, как некоторые Java-классы стандартные, которые вы можете потом использовать просто как факты. И, соответственно, их запрашивать из базы знаний, как некоторые Java-объекты, дальше их использовать уже по прямому назначению, например, при выполнении каких-то действий. Соответственно, в этом примере простой набор фактов, стоящий из пяти типов. Соответственно, логика тут совсем простая всего, там, три возможных выхода. Есть описание бизнес-процесса на некотором языке моделирования. И описание сервисов в виде, то есть есть некоторая страничка на HTML написанная сначала скриптом, которая позволяет вам заполнить форму о путешественнике, да, и куда он поедет. И отправить на сервис, на движок Кагита. Соответственно, просматривать результаты, да, что нужно, то есть результат работы системы, которая вам скажет, что нужно, что не нужно. Вот, и, в принципе, все, да, то есть есть некоторый REST API поднимается, куда вы можете заливать запросы или смотреть, например, результаты расчетов. Ну, и, в принципе, все. Вот такой простой сервис. Делается он достаточно просто. Значит, там подключаются зависимости к проекту. Значит, просто вы говорите, что вы хотите. Вы хотите Друз, хотите Кагита, да, чтобы он работал на Кваркасе, то есть просто на уровне конфигурации проекта. Значит, он с Java вам сама все собирает, объединяет, подтягивает, запускает сервер. Значит, вы только описываете, по сути, сущности на Java. Ну, по сути, вот берете любую сущность, да, и описываете ее в виде некоторого класса на Java, что он из себя представляет. Какие у него есть поля, как их устанавливать, получать. Ну, сейчас даже, если там использовать какие-то фреймворки вроде Lumbook, даже вот это все не нужно. То есть это вообще минимальный объем кода. Вы просто описываете список полей. Вот, описав такие сущности, описав некоторые сервисы, которые вам нужны будут для описания для вашей бизнес-модели, которую вы в BPMN нарисовали, значит, вы просто складываете это, специальные папочки, специальную папочку, где описываете три процесса и описываете правила в Excel в виде вот таких вот моделек. И, в принципе, вот все ваше приложение, которое, ну, соответственно, да, к нему еще добавляется здесь обязательно ваша страничка. Ну, наверное, такая наиболее сложная часть, сложный в смысле кодирования, потому что она требует в себе описать, собственно, пользовательский интерфейс. Тут довольно много HTML, есть некоторая логика по реакции на кнопочки, наводимые значения. То есть, по сути, смысл в том, чтобы сформулировать некоторый REST-запрос к вашему серверу для того, чтобы получить ответ. Плюс запросить, например, там текущий статус тех запросов, которые были отправлены. Вот, в принципе, все приложение, которое позволяет вам принимать решения на основе вот таких моделей. То есть модель предметной области, список типов, набор правил по выдаче визы и бизнес-логика того, как виза, как принимается решение по каждому конкретному человеку. Вот такой простой пример экспертной системы, которая позволяет вам буквально за один вечер собрать уже какое-то такое, похожее на бизнес-приложение с некоторыми элементами принятия решений. Значит, ну и давайте еще пару, буквально быстро пару слов про сам язык, описание правил, друс, то есть мы с вами смотрели про DMN-нотацию в виде таблички, да, но более мощный инструмент – это друс-рус-лэнгвич, который объединяет в себе возможности Java и описание логики. Вот, то есть он позволяет, состоит из нескольких элементов, тут прям перечислено, да, то есть позволяет создавать пакеты, импортировать разные классы из Java, описывать простые функции, описывать запросы к базе знаний, то есть в вашей рабочей области, в вашей области фактов, чтобы извлекать какую-то полезную информацию из нее, позволяет описывать сущности не только на языке Java, но и также описывать их на самом, прямо вот здесь внутри, для того, чтобы их использовать в правилах, вот, и объявлять глобальные переменные, которые будут доступны извне. Вот, основа – это правило, то есть вы описываете такую конструкцию, где, там, не знаю, даете имя, и у него будет две секции, то есть левая часть правила, правая часть, левая часть – это просто условие, правое – это действие. Ну, это вот такие наиболее интересные штуки здесь. Самое интересное здесь – это, конечно, условия, то, как они могут задаваться. Значит, условия задаются в виде некоторых фактов, где факты являются объектами Java. То есть вы, по сути, описываете, какой объект должен удовлетворять вашему условию. Если вы ничего не задаете, значит, это все объекты этого класса. Значит, если вы задаете какие-то атрибуты, то есть, например, вас интересуют объекты такого класса, аппликант, у которых возраст меньше 21. Соответственно, система будет анализировать базу рабочую область, все объекты вот этого класса, у которых поле меньше 21. Она их подберет и применит, и к ним применит какой-то набор действий. Вот кроме того, вы можете назначать некоторые референсы. То есть для всех найденных примеров вы, например, используете вот такой референс на этого человека, и можете действия строить исходя из этого референса. То есть, например, для этого человека выполнить какой-то набор действий, то есть как-то параметризовать. Вот что еще очень интересно, очень важно, вот это применение вот этих паттерн-матчинг, он учитывает объектно-ориентированные элементы. То есть вы можете взять, например, базовый класс, object, тогда вообще любые объекты вашей рабочей области будут подходить под какое-то условие, то есть под этот паттерн. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать про друз. Наверное, в следующий раз мы с вами начнем просто новую тему. Все, наверное, на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok